Отправлялся ли там какой-то праздник из их праздников? Аль-Шайхул-Ислам. Говорит Шайхул-Ислам, ибутайми, аль-и. Что такое праздник? Что такое праздник? То есть это важный момент. Мы также являемся теми, которые выходят против правления неузаконенных праздников в Исламе. Таких как Сабантуй, или Дни Рождения, или тем более Новый Год, или тем более не говоря уже о праздниках неверующих, как 8 марта или 23 апреля или февраля. То есть какие-то даты, которые справляются неверующими в определенные дни. Мы являемся противниками этого и говорим, что необходимо ограничивать праздники Ислама тем, чем они ограничены в шариате. А это день разговения, день жертвоприношения, также пятничный день. Что касается остальных дней, то они не относятся к праздникам. И неузаконенно справлять их для мусульман. Поэтому, говорит, раз мы выходим против этого, мы должны знать, что такое праздник. То есть для того, чтобы ты мог выносить постановление на какие-то конкретные, события, называются они праздником или нет. Говорит, что такое праздник? Исмун лимаяуду миналисима аль-ам. Это название, явление, когда люди возвращаются к какому-то собранию общему. Аля ваджин муатад. Так что это входит в их в обычай или в привычку. Аид. И происходит постоянно. Либо каждый год, либо каждую неделю, либо каждый месяц и тому подобное. Значит, если есть какое-то собрание людей, общее собрание людей, или общее собрание какой-то группы людей, так что это является их обычаем и привычкой, и они постоянно совершают это собрание, либо каждый год, либо каждую неделю, либо каждый месяц и тому подобное. То это называется чем? Это является праздником. Даже если они что, не радуются в этот день, а наоборот, допустим, проявляют какую-то свою скорбь или печаль, как, например, 9 мая. В нем проявляется также скорбь и печаль по тем, которые погибли и тому подобное. Никто не забыт, никто не забыто и тому подобное. Говорит. Что касается этого хадиса, то в нем имеется в виду постоянное собрание, которое совершали люди, жившие во времена невежества. Значит, говорит, праздник, это то, что собирает различные понятия и явления. А это что за явление? Во-первых, день, в который люди постоянно возвращаются. Как, например, день разговаривания или пятничный день. А также собрание. То есть праздник, это что такое? Это совокупность какого-то дня, в который люди собираются. И третья вещь, это какие-то деяния, которые люди собирают в этом собрании, в этот день, из поклонения или из обычаев. Это известно. То есть, допустим, если возьмем праздник на урус или праздник какой-нибудь сабантуй и тому подобное, люди в нем собираются каждый год в одно и то же время и делают там определенные дела. Каждый год делают одно и то же. Проводят там какие-то спортивные соревнования, состязания, проводят какие-то традиционные мероприятия. Поэтому это называется также праздником. Бывает так, что этот праздник справляют именно в каком-то месте. А иногда отправляются, что в любом месте, где решат собраться в этом году, сами соберутся. Отсюда что-то берешь из слов Шеха Лисхрама? О том, что даже если этот праздник ежегодно у людей не проводится постоянно в одном месте, а они каждый год проводят его в разных местах, это не означает, что это не стало праздником. Нет, это явление продолжает называться праздником и иметь постановление чего? Потому что бывает так, что то место, где люди постоянно собирались, в этом году там произошел, допустим, ливень или сошла лесель, или что вышла река из берега, или землетрясение свободных и тому подобное. То есть люди в этом году не могут собраться в этом месте. Соответственно, переходят куда? На другое место. А иногда бывают праздники, которые касаются только места этого именно. То есть нет людям смысла собираться, кроме как в этом месте. Потому что в этом месте есть какие-то особенные могилы или особенное какое-то событие произошло именно в этом месте, как победа над врагом или принятие ислама на данной земле и так далее. Поэтому если там что-то произойдет, люди не будут собираться. Они скажут, мы подождем в следующий год. Люди говорят, давайте соберемся в другом месте. Говорят, нет, нет, в другом месте не собираемся. Почему? Потому что это место, в нем есть благословение, благодать. И именно из-за этой благодати мы и собираемся в этом месте. А раз это место в этом году повреждено, и мы не можем собраться в этом месте, соответственно, мы не будем собираться вообще. Значит, праздники с этой стороны бывают двух видов. Иногда они связаны именно с какой-то землей, потому что люди имеют убеждение, что на этой земле есть благодать или благословение, там произошло что-то особенное из событий этого народа, принятия ислама или победы над врагом и так далее. А иногда праздник бывает не связан с каким-то местом конкретно. Просто людям надо какое-то место, где они собираются. И нет особого внимания именно на место. Где смогут собраться, там и собираются. В обоих случаях действия не выходят за рамки праздника, и то и то называется праздник. Как бы люди его не называли, даже если они говорят, это всего лишь день памяти, это всего лишь день собрания, это всего лишь день отдания, дания или почета нашим предкам и тому подобное. Все это не выходит за рамки праздника, лишь от названия. Как мы говорили ранее по книге, название изменения названия не меняет сущности зияния или явления или дела. Говорит дальше. Все это может называться праздником. Какие доводы на то, что назвал Шейху Ислам? Шейху Ислам говорит, что касается того, что одними из составляющих частей праздника является время, то это слова пророка, салаллаху Ислам, относительно пятничного дня. Поясни этот день, который Всевышний Аллах сделал для мусульман праздником. Оттуда что понимается? Что между праздником и между временем, каким-то временным, промежутком, днем и тому подобное, есть непосредственно связь. Видишь, пророк, саласом, назвал здесь праздником, что день, саличный день назван праздником. Говорит Шейху Ислам Хасан, этот хадис является хорошим. Приводят его ибн Мазия, по дороге от Салиха ибн Абин Ахзара, от Зухри, от Убейда ибн Астаббака, от Ибн Аббаса, от пророка, салаллаху Ислам. Но Салих ибн Абин Ахзар является слабым. К тому же противоречил ему и имам Малик в этом риваяте, и передавал его от Зухри, от Убейда ибн Аббака, Мурсалям, то есть в форме Мурсаль, без упоминания ибн Аббаса. Исходя из этого, более правильно, что риваят Мурсаль является более правильной передачей. Но у этого Мурсаль есть поддерживающая цепочка со словом Абуреры, которую приводит имам Ахмад. Но в веснаде этого сообщения Абу-Бишер Муаззин Димаш, Абу-Бишер, который был известен по прозвищу какому? Муаззин Дамаска. А также в его веснаде Амир ибн Людейн Аль-Аш'ари. Оба этих человека, Абу-Бишер, а также этот Амир, являются людьми Мачбуля Хал, то есть положение которых неизвестно. И хадис из-за этих цепочек является хорошим в Аллаху Адам нам. А почему тогда Шейх Мухаммадзизам сказал просто Хасан, и сказал Хасан Бишер Мухаммадзизам. Смотри, Шейх Мухаммадзизам после того, как Шейх Мухаммадзизам привел этот хадис, он сказал Хасан, хадис хороший. И сказал Хасан из-за поддерживающих цепочек. А мы увидели, что все из-за этого сообщения слабые, то есть негодятся сами по себе для того, чтобы быть хорошими нам. И причина этого в том, что Ибн Таймия не упомянул со слов, кого этот хадис. И сказал, и пришло в хадисе от Абу-Гурейры так-то, или от, допустим, что Ибн Аббаса так-то. Но просто пришло в хадисе так-то. Поэтому общее постановление хадиса какое? То, что он хороший. А если бы Ибн Таймия сказал, пришло в хадисе от Абу-Гурейры или от Ибн Аббаса, тогда бы снизу было как? Хороший из-за поддерживающих цепочек. Вот это ясно или нет? Нам этот вопрос, который является частью науки терминологии хадисоведения. Говорит дальше. А что касается того, что собрания или какие-то деяния в этот день тоже являются основной частью праздников, это как, например, слова Ибн Аббаса, где он сказал, «Шахид куль-ида на Расуле Илля, салаллаху ли вассаляма». «Я был участником праздника вместе с посланником Аллаха, салаллаху ли вассаляма». Нам этот хадис приходит о Бухарии и муслимах, является достоверным. Эти слова Ибн Аббаса что берется? Кто скажет? Говорит, я был участником праздника или свидетелем праздника. Отсюда берется, что этот праздник не просто день, а в нем совершают какие-то деяния. Потому что не бывает человек участником чего-то и в нем ничего не делается. Или свидетельствует чего-то и там ничего не происходит. И к тому же он стал вместе с посланником Аллаха. Это указывает на то, что происходит какое-то собрание. И это в шариате называется как? Аль-Из. Называется праздником. Дальше. Валь-Макан. Каков ли я, салаллаху ли вассаляма? Или то, что место также является составной частью праздника. А это, например, слова Всевышнего. Слова пророка, салаллаху ли вассаляма. Ла татахриду. Кабри айдан. Не превращайте мою могилу в праздник. Не превращайте мою могилу в праздник. Что значит праздник? Имеется в виду не превращайте мою могилу в то место, в которое вы будете возвращаться в какое-то определенное время. Постоянно. Каждый год или каждый месяц. И тому подобное. Из этого хадиса в нем какой довод? Или на что довод? На то, что место имеет непосредственную связь с праздником. Говорит шейх Мал-Хизам. Хадис этот и его разбор придет у нас в главе 21. Можете сейчас записать, что хадис достоверный. В итоге он является достоверным. Говорит шейх Мал-Хизам. А также словом праздник может называться все вместе. И праздник, и день, и деяние в нем. Обычно так. И так происходит обычно. То есть люди говорят праздник. Что они имеют в виду, брат? Когда люди говорят праздник. Чаще всего они имеют в виду не только день. Но и день, и собрание, и деяние, которые в нем. Они имеют в виду совокупность всего этого. Какой ли нафи, салаллаху алейсалам, как в данном случае пророк, салаллаху алейсалам, сказал, да, ахума, я Абабакар. Когда Абабакар увидел маленьких девочек, которые били в губны. Абабакар заругал их. И пророк сказал ему, Абабакар, по этим каждому народу есть свой праздник. Что под этим праздником здесь имеют в виду? То есть день, собрание, и деяние, которые люди делают в них. Поэтому Абабакар. И да, на этом закончили слова нам. Этот хадис относительно Абабакара приходит у бухарии мусульман со слов Аиши. И слова шейху алейсалама ибн Таймии приходят в его книге, и от тела 42-му статы, 1-й том, 440, 2-я страница. Относительно праздника понятно или нет? Что такое праздник? Значит, праздник это совокупность дня, места и определенных деяний. Будь то поклонение, или будь то деяние традиционное, которое происходит в этот день. Имею в виду что? Не обязательно, чтобы день был какой-то конкретный. Иногда бывает, что день примерный. Говорят, например, когда луга будут затеяны, мы идем выходить на какой-то праздник. Этот день может меняться год от года. Потому что затеиваться луга могут в зависимости от погоды. Если была непогода, то затеяется луга позже. Если раньше, то затеяется луга раньше. Соответственно, праздник может менять день. Или место тоже может быть не обязательно конкретно, но может меняться. А иначе праздник обычно всегда содержит в себе место, день и дьяница. Говорит, да.